Надеюсь, за это нас не поругают. А давай иди сюда. Высота четвертого этажа, она немножко даже затряслась. Нуми, тебе такое нельзя, оно сладкое. Я думаю, фанаты Гарри Поттера поймут. Ты что, хочешь такой акул? Как тебя зовут? Листик. Нуми, сделай это в Икеа. Ну что, купим, покупаем? Интересно, она пройдет, догадается, пройти через туннель. Только попробую еще и написать тут на ковер. Привет, я Анимэджик, со мной тут мои песики, и сейчас мы живем в Москве. Все остальные питомцы и киса Алиса дома, за городом, под присмотром, не переживайте. Ну а если вы хотите рум-тур по нашей квартире полный и наш день, как мы проводим здесь время, то ставьте лайк. Наберем 100 тысяч лайков, и я обязательно сниму это видео. Ну а сегодня мы отправимся в торговый центр на целый день. Но до того, как мы туда поедем, я хочу вам рассказать и показать кое-что очень важное про помощь бездомным животным. Если, конечно, вам все равно на животных и на помощь, то можете пропустить эту часть и сразу перейти к просмотру наших приключений. Ну а те, кто остался, спасибо большое вам, для меня это очень важно. Если вы помните, мы с нашим кормом, платином, который кушают мои собаки, проводили конкурс на платиновый кулон. И у меня никак не доходили руки рассказать про победителя, с которым я должна была лично встретиться и вручить ему этот платиновый кулон. И вот я узнаю, что выиграла девушка, которую зовут Анастасия, и ее прекрасная, чудесная собака по имени Бенжи. И эта девочка очень офигенная и харизматичная и классная. Анастасия, если можно так сказать, а я очень хочу так сказать, удочерила Бенжи из приюта. Конечно же, в итоге все равно платиновый кулон ей вручили, но она попросила рассказать про ее очень крутой проект, и я надеюсь, что вы ее поддержите. Она делает очень классные банданы для собак и аксессуары для людей. Вот, например, она подарила мне вот такой вот наборчик. Это резиночка для волос и банданка для собаки. И деньги, которые она зарабатывает, идут на корм и лечение животных в приютах. 100% хлопок, 100% стиль и 100% ручная работа, причем размеры у них есть разные. S, M и L на разных собачек. То есть это получается такой наборчик для хозяина и питомца. Причем это один только из вариантов. У Насти в инстаграме, ссылку на который я оставлю в описании, очень много разных вариантов. И покупая что-то из этого, вы помогаете вакцинировать и лечить бездомных животных. Скоро Новый год, я думаю, вы наверняка хотите сделать своим питомцем кошечкам-собачкам или, может быть, другим животным подарочки. И таким образом еще и помочь животным из приютов. Всего лишь заказав вот такой вот прикольный классный наборчик у Насти. Ссылочка будет в описании. Это ни в коем случае не реклама, я просто хотела с вами этим поделиться. Ну а мы погнали. Ну что ж, мы с Юмичу на месте. А вы, ребята, напишите в комментариях, в каких магазинах вы любите бовать больше всего. Что? Шмотки, обувь, сумки, подарки, косметика, какая-нибудь техника. И что больше всего вы любите покупать? Тем более, что комментарии попадают в видео. Вот тут вот они вот везде, видите. И я вот, например, когда я попадаю в ТЦ, я в первую очередь всегда иду в зоомагазины, в спортивные магазины и в магазины, где продают всякие штучки для дома. Авиапарк – это один из самых, наверное, огромных торговых центров Москвы. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Он очень большой, много этажей и здесь очень много магазинов. А также он славится вот таким вот гигантским аквариумом в несколько этажей, сделанным в форме цилиндра. И в нем реально плавают морские рыбы. Они плавают как бы по кругу. Там растут настоящие кораллы и водоросли. Там есть гигантские рыбы, просто огромные. Сейчас, к сожалению, в нем отражается очень сильно потолок, потому что на улице светло. Но когда небо темнеет и в ТЦ горит свет, уже становится лучше видно этот аквариум во всю высоту и, соответственно, всех рыбок в нем. Кто это там плавает, да, Юми? Кто это там плавает такое, а? Юми с интересом смотрит вот на вот этих вот огромных рыб, которые вдруг сверху приплыли сюда вниз. Конечно же, основное правило большинства московских ТЦ – это то, что с большой собакой сюда просто-напросто нельзя. Вас не пустят. С маленькой можно только вот в такой вот сумке-переноске. Но я думаю, что в некоторых магазинах нам все-таки удастся отпустить Юмичу погулять, особенно в Икее. Она же должна там кое-что выбрать. Да, Пакима? Так что с моим новым питомцем, который у меня появится на 3 миллиона подписчиков на канале, в ТЦ нас точно не пустят, но зато это будет бомба. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал прямо сейчас, если еще не подписаны, чтобы наша мечта сбылась намного быстрее. До Икее мы с Юмичу заглянем в несколько других магазинов. Где покемон? Сейчас пойдем в H&M Home. Все разделено как бы по разделам. Вот, например, это отдел «Ванная». Здесь все для ванных. А еще прикольно, что появился детский отдел, в котором продаются всякие очень няшные, очень милые штучки. Типа, например, вот такие вот халатики. Очень много всяких прикольных игрушечек. Например, мне вот эти вот ракеты нравятся. Их же можно не только в детскую, их можно просто для дизайна прикольно использовать. Или посмотрите вот на этих вот привидений. Такие призраки типа. Или вот такие вот. Кто это? Медвежатки? Кто это? Юмичу. Мне очень понравились вот такие вот головы зайчиков. Они как будто такие из хлопка сделанные. Очень такие экологично выглядят. А еще тут есть единороги. Они очень большие. Ну и всякие разные другие штучки именно типа в детскую комнату. Но мне кажется, что это все и взрослым даже очень может понравиться. Посмотрите, какие кружечки. Пингвины прикольные есть. Какая-то досочка. Я не совсем поняла, для чего. Может быть, цифры изучать. Медвежатки. Еще посуда и всякие игрухи. Еще есть вот такой вот коняшка. Конь, который... Видите, его достаешь, и он на палочке. Как такие старинные игрушки раньше были. О, вот такие жирафики длиннющие. Мне кажется, с ними спать кайфово очень. Я зашла в отдел с пледами и решила взять вот такой вот очень прикольный, большой, теплый, шерстяной плед. Из реально шерсти. Он в Индии произведен. Смотрите, какие у него тут такие весюлечки. Он очень подходит, мне кажется, по цвету, по дизайну. Я его куплю. Очень стильно, прикольно выглядят. Вот такие вот свечки в каких-то золотистых, бархатных подсвечниках. У нее вот такой вот чехольчик. Он надевается на нее. О, какой милый набор ложечек. Посмотрите, золотые ложечки с оленем, с зайчиком и белочкой. Вот когда заканчивается H&M Home, который там внутри, дальше уже начинается обычная H&M, где продается всякая одежда. Одежки от Билли Алиш в H&M. А еще я решила купить себе вот такие вот трусы «Звездные войны». Их тут три штуки в комплекте, они все разные. Мне кажется, это прикольно. Трусы с Дартом Вейдером вот там вот серенькие. Тут еще есть Марвеловские комплекты из трех трусов, Бэтмен, вот такие. В общем, H&M, он очень большой. H&M Home чуть поменьше, но там столько всего прикольного для дома, что хочется купить реально все. Тут нужно прямо очень сильно себя сдерживать. Особенно мне. Не знаю, как вам, но я такие магазины просто обожаю. Они сводят меня с ума. Я хочу купить все, хотя мне это все, конечно же, не нужно. И многие могут сказать, почему ты взяла с собой именно Юми Чу. Потому что я с собой на целый день в ТЦ могу взять только одну собаку, иначе будет очень тяжело. Эйбин, Софи уже взрослый, им по 9 лет они много где бывали, много чего в этой жизни видели, а другим тоже нужно. Но Мишка, например, так как у нее трудная психика, зоопсихолог сказала, что вот тренировки и прогулки, ну и максимум час в зоомагазине, это нормально для нее, ей это полезно. А вот целый день в торговом центре для нее будет слишком большим стрессом. А вот Юми Чу, это будет как раз очень хорошо для развития, потому что она самая младшая, и она в этой жизни практически ничего не видела, нигде не бывала, поэтому, да. Кстати, расскажите, в каких марках вы чаще всего одеваетесь? Тут вот есть, например, Zara, Stradivarius. Кстати, именно потому что он гигантский, когда сюда попадаешь, очень легко заблудиться еще и потому что магазины двухэтажные. То есть ты заходишь в Zara на одном этаже, там есть эскалатор внутри магазина, ты поднимаешься на второй, и в итоге выходишь на втором этаже и запутываешься, где ты вообще был. Сейчас мы с Юми Чум пойдем, как эксперты, да. В Zara Home есть еще, кроме H&M Home, есть Zara Home. Мы посмотрим, дороже ли там цены и какой выбор. Я, кстати, не выдержала и купила в Zara себе вот такой вот рюкзачок, очень удобный, и мне кажется, намного времени прослужит, функциональный. Даже ролики, знаете, шерсть убирать с одежды вот такие вот у Zara есть, экологично выглядит. Как по мне, в Zara большой выбор всякой вот такой мелочевки, реально хозяйственной, которой в H&M намного меньше. А еще Zara Home славится своими духами для дома, то есть у них очень большой выбор вот этих всяких вонючек, как я их называю, ну, в общем, штучек, которые ты ставишь в разные помещения своего дома, и они распространяют запахи. И здесь на все есть тестеры, ты можешь попробовать каждый запах и уже купить. Смотрите, тут уже прям новогодняя атмосферка, то есть уже все, начинают продавать новогодние игрушки. Много, выбор большой в H&M Home, и такого, наверное, не было. То есть я не видела там столько рождественского и новогоднего, как в Zara, вот тоже. Видите, какой прикольный отделчик, здесь все из коричневого стекла, это тоже разные духи и свечки для дома. Обложка для книжки для рецептов, или реально книжка для рецептов. Какой интересный новогодний подарок. Подарить кому-нибудь книгу для рецептов. В красную, или вот такую вот зелененькую рождественскую. По поводу Zara Home, мне показалось, что это все-таки другой стиль немного. Это, опять же, мое субъективное мнение. То есть H&M очень сильно отличается по дизайну от Zara. Zara, она какая-то более серьезная, что ли, статусная. Более, что ли, взрослая, я бы так сказала, менее няшная. Ну и, соответственно, цены в Zara, они подороже, чем в H&M. Понятное дело, что все равно не покажешь всего того, что там было и в H&M, и в Zara. Но все-таки в основном какой-то стиль общий. И то, что там продается, вы смогли посмотреть, я надеюсь. Мы сейчас с Юмичу отправляемся искать большущий спортивный магазин, который называется Decathlon. Мне там кое-что нужно купить. Вроде как Юмичу себя чувствует комфортно, нормально вообще, сумочки такая смотрят вокруг. И нигде меня никто пока никак не попросил выйти. То есть все нормально относятся к тому, что у меня в сумке собака. А вы напишите в комментариях, а фокус где ты, где ты. Какой вам понравился больше, Zara или H&M? Будет интересно почитать ваше мнение. Я сейчас Юмичу посажу вот в такую вот тележечку в Decathlon, чтобы она, может быть, даже вылезла немножко, да? Посмотрела и поедем. Посмотрим, как она на это отреагирует, если я буду ее вот так вот вести. Покемон! Там такая, что происходит? Decathlon в авиапарке тоже прям огромный. Здесь очень много отделов на все виды спорта и туризма, какие только можно. Поэтому я думаю, что я потратил здесь очень много времени на поиск того, что мне нужно. Может, мне грушу вот такую купить, чтобы работать над стрессом? Покемоша вылезла из сумки и теперь сидит в тележке вот так. Ну ладно, надеюсь, за это нас не поругают. В тележечке же можно возить собачку? Надеюсь, вам понравятся наши влоги из ТЦ. И вы захотите еще какие-нибудь магазины вместе с нами посмотреть, чтобы мы походили, попоказывали вам. Во-первых, я хочу купить нам палатку. К сожалению, сейчас лето уже прошло, и мы не сможем снять ролик 24 часа в палатке. Но в любом случае я хочу купить. Смотрите, видите, вот такие вот штучки. Это мини-проекты этих палаток. То есть ты можешь увидеть, как она выглядит. Вот эта палаточка, которую ты выбираешь, как она надувается. В общем, я решила, что я хочу палатку объемом примерно на 4 человека. От этого зависит, конечно же, и цена. Вот, например, есть самая простая палатка для 4 человек за 6 тысяч рублей. А вот за 17 тысяч рублей. Но она абсолютно другая. Она надувается, ее намного проще раскладывать. И у нее конструкция именно вот такая, что там есть тамбур, несколько мест, а не просто, в общем, такая палатка. Так как декатлон огромный, я увидела, что здесь целый отдел еще с палатками. Их тут очень много. И даже есть целый отдел со спальними мешками. Но я подумала, что так как сейчас это не очень актуально, мы же не можем в мороз 24 часа в палатке проводить. Хотя, может быть, это будет именно зимой. Надо подумать. А в другой раз, если вам реально понравится идея с собаками в походе, то мы купим полный походный набор со всякими-всякими прикольными штуками. И реально устроим настоящий поход. Покемона сфоткали в декатлоне. Короче, смотрите, ребята, я нашла отдел для конного спорта. Здесь прям реально вот так вот показано седло со всеми вот этими прибамбасами. А еще здесь есть разные аксессуары. Какая шапочка, прям как в кино. Интересно, из наших зрителей есть ребята, которые занимаются конным спортом. Ездой на лошадях. Если да, то отметьтесь где-нибудь в комментах. Привет вам. Юмичу, Юмичу, ты куда пошла, а? В конце концов, Юмичу надоело сидеть в тележке. Она каким-то образом вылезла. Я думаю, вы даже видели, как это происходило за моей спиной. И пошла погулять. Юми, только никакой, пожалуйста. У меня, конечно, есть с собой пакетики, но я не хочу за тобой убирать здесь. То есть тут целый отдел. Просто очень много всего для лошадников. Я нормально говорю, что я говорю лошадники? Может, это не совсем правильно? Ну, типа собачники, лошадники, что? Наборы, коробочки вот такие вот. Ну, короче, прикольно. А давай иди сюда. Вот, молодец. Посмотрите, ребенок сам запрыгивает в тележку. Причем это такая довольно высокая тележка. Вот умница моя. Я очень хочу себе какой-нибудь зимний комплект одежды. Такой вот штаны, кубка, термобелье под низ, маска, шапка. Чтобы гулять с собаками зимой подолгу. Ну, или ходить вот в эти вот зимние походы. Мы сюда с кем-нибудь вернемся на целый день. И я буду снимать прям целый влог здесь. Вот этот вот мяч я искала. Он такой тяжеленький, плотненький. Это мяч чуть не для собак. Мне друзья порекомендовали его для самомассажа. Видите, там показаны, какие упражнения можно делать. Что массировать при помощи такого мяча. Я еще такой, наверное, возьму. Стоит 249 рублей. Я вот еще решила взять эспандер и увидела, что мужчина взял вот этот зеленый. Он вообще не сгибается. Знаете, такие колечки, которые можно сгибать. Вот этот сгибается. Вот этот сгибается. Они разного цвета на разное количество килограмм. То есть вот этот уже тяжелее сгибается. А мужчина взял зеленый. А вы можете его согнуть, вот этот зеленый? Ну, 500 килограмм. Он вообще, я его вообще не могу уже. Кстати, насчет Икеи. Мама, я чуть вот туда сейчас не упала. У меня уже сердце остановилось. А Юми все нормально с Юми. Короче, Икея здесь небольшая, как везде. Она усеченная. То есть поменьше чуть-чуть. Она здесь не занимает каких-то гигантских площадей, как обычно Икея выглядит. Но она тоже не маленькая. Сейчас мы находимся на четвертом этаже. Мы добрались сюда пешком. Можно было на лифте. Я купила себе новый чехольчик для айфона. Вот такой вот черненький. Потому что в последнее время мне нравится стиль такой. Сейчас мы с Юми Чу перейдем по вот этому вот мосту, который соединяет этажи на ту сторону. Юми так странно смотрит на это все. Даже как будто побаивается. Потому что это такая высота, да, Юми. Высота четвертого этажа. Она немножко даже затряслась. Честно, на самом деле, я тоже боюсь высоты. И вот отсюда, вот из-под крыши, как раз мы можем с вами увидеть вот этот вот гигантский аквариум. И вот по этому мосту, видимо, туда вот этот аквариум ходят рыбок кормить. Еще здесь фудкорт. И вот такие, такой развлекательный центр для детей, всякие приколюшки. Жалко нам с Юми Чу вот в этой вот штуке позабавляться запретили. Не разрешили туда собачкой. Ну, логично, там дети, и у некоторых из них может быть аллергия. Фудкорт в авиапарке тоже очень-очень большой. Тут есть как просто вот магазины, отдельно рестораны вот такие вот. Так есть и стандартный фудкорт с макдеками, теремками, KFC и все такое. Тут есть целый большой ресторан в стиле такой Алисы в стране чудес. Туда внутрь заглянуть нельзя. Ну, так, вот можно вот так вот вам только показать. Там даже кресла такие необычные очень. Тут даже зомби-голова вот такая вот висит. А, вот, я нашла, он называется Monster Hills. А это такой единорог прикольный. Юми с каким-то странным немножко лицом посмотрела на этого единорога. Прикольно, что на этом этаже можно покушать и посмотреть на то, как катаются люди на катке. Ну, можно на самом деле и покататься, сходить на катке. Он, кстати, очень такой довольно большой. Ребят, мы никак не можем с покемоном дойти до Икеи. Короче, мы нашли такое место, называется Вауферс. То есть в авиапарке куча всяких десертов, но тут вафли. Причем есть гонконгские, это вот такие вот огромные гигантские вафли. Вот такие вот. Это вообще что? А есть вот такие вот квадратные вафли. Бельгийские называются. Я взяла с единорогом. Стоит 229 рублей. Сейчас посмотрим, что нам принесут. И кофеек. А за 99 рублей можно вот такие вот зефирки смешные покушать. Ой, спаде, с котиками или какими-то бегемотиками или морскими котиками. Смотрим, какая очередь в Бургер Кинге. Вот кассы электронные. И вот я сейчас уверяю, мы дойдем до Макдональдса и увидим, что там очередь намного больше. Вот так всегда. Куча народу, по нескольку человек за электронными кассами. Касс очень много. А вот следующий идет KFC. И там тоже народу больше, чем в Бургер Кинге. Но меньше, чем в Макдаке. И несмотря на то, что большинство людей знают, насколько это вредная еда, они все равно ее едят. Реально Макдональдс самый дешевый. Мне приходится переснимать кадры, потому что у меня постоянные помехи в микрофоне. Я думала, это проблему с проводами, проверила, но нет. И поняла, что это очень часто происходит, когда здесь ходят охранники с рациями. Сигнал прерывается. Или люди, например, их много, все с мобильными телефонами. Сигнал с микрофона на камеру прерывается. Из-за этого постоянно приходится перезаписывать кадры. Это очень бесит, что я повторяюсь. Ой, спасибо большое. Вот. И я думаю, что на самом деле мы впервые с вами снимаем для вас такой влог, связанный именно с походами по магазинам. Если вам понравится, я буду очень рада и готова снимать еще такие штуки, потому что такого еще на канале не было. А еще я думаю, что очень многие заметили, что я хожу без куртки. И, наверное, задумаются, а как же так? На самом деле здесь есть гардероб, в который можно сдать какие-то ненужные вещи или одежду, чтобы не ходить и не жариться, не париться и не таскать тяжести все эти. Это очень удобно, потому что в последний раз, когда я была в ТЦ, в пуховике, я просто была мокрая насквозь. Это обычный латте, ничего такого, просто кофе с пеночкой, вот такой вот с молочком. Ну и вот так вот выглядит наша вафля. На самом деле Юмичу, по-моему, тоже очень хочет попробовать. Юми, тебе такое нельзя, оно сладкое. Нет, тебе нельзя такое. Морожко-единорожко-клубничное, очень вкусное. Сейчас попробуем саму вафлю. Она такая хрустящая, а внутри мягенькая. Юми, тебе нельзя такое, оно сладкое. А Юми все облизывается и пытается у меня съесть. Короче, вафля тоже очень прикольненькая. Ребята, я нашла магазин свой рай. Смотрите, ребят, здесь все со звездными войнами есть. Мне очень понравилась вот эта вот штука. Тут даже сумка есть с Дартом Вейдером. Там еще вот такие часы и вот такой вот будильник. Это термо-такая бутылочка. Какая подушка, узнаете? Я думаю, фанаты Гарри Поттера поймут, что это такое. Прикольное. Рик и Морти. Все, кто любит, приходите, покупайте. Вообще, очень кайфовый магазин. Мне понравилось здесь. Просто можно закопаться. Смотрите, ланчбокс марвеловский с этим, с пауком. Ну, в общем, для фанатов Гарри Поттера и всего остального, и даже компьютерных игр. Заглядывайте, ребят. Это просто капец. Ребята, смотрите, что я купила. Это вот такая вот статуэточка Дарта Вейтера от Vega Star Wars. Фонарик. Вообще просто огонь. И вот такую вот кружечку беленькую. Она огромная, вот такая огромная, керамическая. Прям тяжелая внутри черная. Я потом вам покажу. Типа моей кружки, только вот здесь вот Властелин колец, например, кружка. Games of Thrones. Игра престолов. Ну, рост там вообще выше меня на две головы. То есть реально в живом виде, как бы так сказать. 250 тысяч стоит. Ну что ж, мы с покемоном наконец-то добрались. Да, Икея? Да, покемошка? В самом начале уже нас приветствуют какими-то новогодними штучками, которые можно собирать. Но мы пойдем дальше. Там будет этаж, на котором все это будет в большом количестве. То есть здесь этаж с интерьерами именно, да, а мы пойдем уже в товары. Пластмассовый стол 649 рублей. Я точно возьму два таких на квартиру для хозяйственных. Муж на балкон. Здесь икейское кафе, в котором уже многое украшено к Новому году. Видите, такие звездочки висят. В общем, людишки кушают. И также здесь можно купить шведские продукты икейские. Тысячу рублей стоит вот такая большая акула. Жирная, не маленькая, а такая жирная, огромная акулища. Да, ничего. Ты что, хочешь такой акулы? Так как стиль у нас в этой квартире черно-беленький, я возьму вот такую вот бутылочку. Дозатор для мыла. В последнее время мне очень импонирует прям графитовый цвет. Все оттенки серого. Поэтому я наберу вот таких вот двусторонних полотенец. То есть само полотенце такое. Снаружи мягенькое, а внутри оно такое как бы в клеточку. А еще в икее продаются вот такие вот тапочки за 179 рублей разных размеров. Ну, маленькие и большие. И я постоянно их покупаю. Либо для гостей, либо вот сейчас. Исправьте меня, если мне ошибочно кажется, что 179 рублей за тапочки – это нормальная цена. Учитывая, что они все-таки не одноразовые. Буквально я вот целый месяц уже их ношу. Они, конечно, не круто выглядят. Но для... Короче, мне кажется, это нормально, нет? По кему нам нужно выбрать сковородку, чтобы греть еду. За 199 рублей возьмем вот такую вот бамбуковую досочку. Мне очень нравятся эти досочки. Они очень удобные и экологичные. Боже мой, посмотрите на эту пирамидку из разных свиней. За 199 рублей в Икее можно купить вот такую вот розовую или вот такую вот серо-розовую порозюшечку. Погодите. А у нас что, год свиньи? Да, правда? Посмотрите, да мы не одни такие в Икее. Много много. Ездим в тележках. Ну, ты красивец. Мальчик, как тебя зовут? Листик. Листик. Интересно, кажется, видишь, каждый из своей клеточки. Ты понял? Только что у дядечки, которого собачка Листик, вы видели его в тележке, узнал лайфхак, что можно прийти и взять тележечку в Ашане, например, да, и с ней везде ходить и заодно катать собачку в этой тележечке. Очень удобно на самом деле получается. Так, Юмичу берем такой силуэтник? Отлично. Выбрали кое-какую посудку с Юмичу. Ну, я думаю, что вы все это увидите и так в рум-туре, поэтому не буду вам сейчас подробно это все показывать и рассказывать об этом. Товарищ, спокойнее, чем мой кот. Он выше тут это. Мы спустились с Юмичу теперь на первый этаж на лифте. О, а вот тут уже вовсю Новый год. О, какая новогодняя милота тут. Давай, Юмичу, веди нас. Юми, Юми. Юми. Сделала это в Икеа. Хорошо, что у меня есть пакетики, но самое смешное в том, что, когда я засунула это в пакетик, вокруг так немножко начала подванивать. Я засунула это в кучу пакетиков, надеюсь, и завернула хорошенько. Надеюсь, никто не заметит. Обожаю детские отделы в Икеа, и не надо мне говорить, что мне нужны дети, я их обожаю с другой точки зрения, потому что я всегда смотрю на это и думаю, как бы эта круто ванночка подошла для того, чтобы мыть собачку в ней или Софиша летом купаться. Юми залезла на вот такое вот детское кресло, оно в детской комнате. На самом деле, выглядит оно очень прикольно. Это кресло за 10 тысяч рублей, но оно именно детское. Посмотрите, как Юмичу выглядит на нем. Ну что, купим, покупаем? Юми просто не хочет отсюда уходить, но я увидела, к сожалению, что кресло доступно только для доставки, поэтому сейчас я это сфоткаю и закажу доставку, чтобы его привезли. У нас было вот такое вот креслице. Короче, я считаю, что 10 тысяч рублей это достаточно дорого для кресла. Можно купить кресло для взрослых за 10 тысяч рублей, ну, по крайней мере, примерно за столько, может, чуть дороже. А это всего лишь детское креслице, кресло для собак, ну, блин, это так няшно, мимимишно, что я не могу удержаться. Чего только нет здесь в детском отделе. Даже домики для кукол. Короче, целые игровые комнаты. И даже лего теперь. Игрушечные кухонные аксессуары. И целый зоопарк из мягких игрушек. Но, походу, не будет того, зачем мы сюда приехали, да, покемош? Смотри. Заходи, заходи, заходи. Юмичу в домике. Интересно, она пройдет, догадается, пройти через туннель. А там в палатке у нас сидит девочка, которой баба с мамой просто сказали, мы уезжаем, все, а ты не поедешь с нами, да? Даже вот такие вот наборы детские здесь есть. Короче, я боюсь, здесь есть все, кроме того, зачем мы приехали и что я хотела вам показать. Никогда не обращала внимания и не знала, что в Икее за 2199 продается вот такой вот деревянненький домик для кошки. Юмичу. Юми, ты что там делаешь, а? Только попробуй еще и написать тут на ковер им кого-нибудь. Не надо. Так, ребятки, сейчас я в отделе всяких маленьких столиков. И я сейчас куплю парочку столиков нам на квартирку. Да, покимушка. Отдел всякими с зеркалами и часами. У них тут будильник, по-моему, с ума какой-то сходит. А вот здесь вот продают всякие растения. Смотрите, тут тоже целый отдел. И напишите в комментариях, как вы думаете, это отдел живых растений или пластмассовых? Тот самый, один из самых популярных вот этих человечков из Икеи. Это же человечек из Икеи. Он всю жизнь был. В общем, ребятки, я очень расстроилась, очень разочарована тем, что это Икея действительно намного меньше, чем обычно. И то, зачем мы сюда приехали, его здесь просто нет. На самом деле, я хотела показать вам, как выглядит отдел для животных. Целый зооотдел в Икее, который есть в больших Икеях, с кучей зоотоваров, которые придумала именно Икея, с их дизайном, рассказать про это. Но я не могу показать это, потому что в маленькой Икее их просто-напросто нет. Я очень расстроилась. Но, с другой стороны, мы с Юмичу приобрели очень много всего для нашей квартиры, в которой мы сейчас проживаем в Москве. И все это я покажу вам, конечно же, в Арунтуре. О, хов-ховь, это как все уже по-новогоднему. Елочки, новогодние игрушки, здесь бы тоже походить. Но, как вы заметили, я перешла на съемку на айфон, потому что у меня села батарейка в камере. А я не успеваю зайти в зоомагазин, который я хотела показать. Да и Юмичу, мне кажется, уже довольно сильно устала, поэтому я думаю, что нам пора отправиться домой. А в следующий раз обязательно, если вам понравится эта рубрика похода с нами по магазинам, то мы пойдем, конечно же, и в зоомагазин в большом именно торговом центре. И будем готовиться к Новому году вместе с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь.